С повышением количества больных коронавирусом, а также с наступлением сезона ОРВИ Смоленская область столкнулась с проблемой нехватки лекарств. Медикаменты бывают не всегда, в том числе и в аптеках Десногорска. Как реагировать на дефицит и есть ли возможность его избежать, обсудили в городской администрации 25 ноября с представителями местных аптек. Панические настроения на фоне пандемии сказываются и на рынке фармацевтики. Попытки горожан закупить совпрок приводят к закономерному для любого рынка результату. Продукции не хватает, а то, что осталось, стало стоить дороже. А в условии наладки процесса маркировки лекарств поставка новых препаратов в ряде случаев вообще приостановлена. По сообщениям поставщиков, такая ситуация сохранится как минимум до января. Сегодня же в ряде случаев лекарства приходится заказывать. Наличии их просто нет. Чтобы актуализировать информацию по имеющимся в Десногорске препаратам и сделать ее доступной для врачей, предложено создать единую базу данных по всем городским аптекам. Такая мера должна исключить назначение препарата, которого в десногорских аптеках нет. Это будет видеть терапевт во время планирования лечения пациента. При этом в условиях имеющегося дефицита будет возможно подобрать замену исходному варианту, также руководствуясь электронной таблицей. Эту базу данных планируется запустить в работу уже с декабря. Таким образом, Десногорская администрация на местном уровне реагирует на проблему, внимание которой уделялось неделю назад в областном центре. Надеюсь, что и сообщество не будет зарабатывать на гражданах деньги, потому что я не думаю, что больше половины населения нашей Смоленской области могут делать какие-то дорогие покупки, запасы, в том числе и лекарственные. Благосостояние у нас не очень высокое. Впрочем, конкретных путей решения вопросов дефицита лекарств в аптеках на уровне региона пока нет. Представители власти ограничились рекомендациями фармацевтам не пытаться спекулировать на своих покупателях.